Всем привет! Ну что, пришла пора сыграть сетевую партию в Old World. Когда-то, наверное, год или полтора назад мы уже пытались, были большие технические проблемы. Во второй половине партии очень всё начинало тормозить, но забегая вперёд, скажу, что здесь мы реально доиграли до конца. И по ощущениям всё вполне играбельно, и по сравнению с сетевым кодом шестой Цивы очень даже неплохо. Были пару раз у меня вылеты, как у хаста, у меня просто крашилась игра, но за счёт автосейвов, которые были сделаны игрой прямо перед вылитами, я не знаю, может, я как-то проверяю, что я сейчас вылечу, мы быстро загружались и продолжали играть. И, в принципе, получилось всё неплохо. Так что, приятного вам просмотра. Я понимаю, что Old World не так популярен на канале, как шестая Цива, но мне в него нравится играть, и я буду продолжать его популяризировать. Пишите в комментариях, как вам больше нравятся вот именно сетевые партии или против компьютера, ну и вообще ваши впечатления. Приятного вам просмотра. Да, да, забыл сказать, что, конечно же, спонсоры канала все серии видят сразу. Ссылка на плейлист всех серий в описании в прикреплённом комментарии. Большое спасибо вам за поддержку. Да, вот у меня написано, я подключён. Так, ну давайте решать, кто за кого играть будет, за какую цивилизацию. Меня в главное меню. Меня в главное меню выкинуло. Ну, класс. Меня пока что ничего... Вы, видимо, одновременно выбрали... Одного игрока, да. Нет, у меня загрузилось. Ну вот я Гарма и Бучерина вижу, что вы подключились. Просто давайте заново подключайтесь. Сейчас отключу. А, мы, видать, на один слот. Да, на один слот. Я на третий нажал, а там Гарма, да. А я на пятый. Ну, я на второй тогда попробую. Вот, занято, блин. Блин. Так, а я номер три, получается. А что я номер три, называюсь по-другому. Так, тогда на четвёртый, да? Так называется. Ты не успел нажать? Да, да. Тут, по-моему, в отличие от Силы, никаких бонусов или штрафов за какой вы слот нету. Есть. Есть? Нет, в смысле, я зашёл в игру, в смысле. Что интересно, что я теперь буду Гармой, хотя я не Гарма. Твой компьютер так называется просто. А, это по компьютерам? А, да, точно это название компьютера. Я забыл об этом, да. А, да ладно. Странно. Нет, это не компьютер, это пользователь компьютера. Я просто с другого компьютера играю, да, тоже, и я забыл, как он, что он так называет. Да, ну, я начинаю. Так, ну, давайте решать, значит, Букер ты пропустил, мы решили, что Ассирия и Персия забанины, а вот в остальных цивилизациях кто за кого хочет, скажите. Чтобы мы распределили и начали. Ну, давай, я... Давай, я... Греция, Рим, Египет. Хетты. Хетты кто? Так, вы сказали Рим, Египет и Хетты, да? Кто Хетты? Хетты четвёртый. Четвёртый? Ну, окей, давайте тогда я буду не Хетты, а... Да, я за Грецию. Вавилон, Вавилон. Так, Рим, Греция, Вавилон, Хетты, да, вы сказали? Да. Это мне что осталось? Я могу сам выбрать, у меня тут есть, типа, выбранная нация, можно выбрать. Не, ну, мы просто, чтобы... Так, ладно, я не понимаю, давай, Владимир, поставь город, тот связай, который ты хочешь. Мы, блин, так, я не понимаю, что вы там... Поехали. Я, Греция, Греция буду сейчас только... Ну, ставь. Я буду смотреть, да. Ой, я забыл примерно всё. Вот эти вроде, да. Фаун. Так, Греция появилась. Гарма теперь вставь. Ой, сейчас, секундочку. Что тут, где вообще? Так, лошади есть, железо есть, пшеница и ещё и соль. И ещё даже цитрусовая. А, ну, цитрусовая, это у нас не ресурс роскоши, настолько соль ресурс роскоши. Так, есть, Вавилон. Кецальт, ставь. Есть, хетты, бучерина. Нет, подожди, да, бучерина. Готово. Ставь. Город выбирается его. Так, победа у нас, как видите, либо 51 очко набрать, либо 10 амбиций. Египет. Так, что у меня осталось в итоге? Карфаген или Рим? Не, я, пожалуй, Рим возьму. Так, все города плюс 2 муштры плюс 1 лимит утомлённости. Ромул безжалостный у нас. В начале. Так, наверное... Наверное... Наверное, о, слушайте, а тут у нас у Юлиев плюс 1 приказ. Нет, все-таки я сейчас с Фабиев начну. Так, начинать надо, я думаю, с рудника. 100%. Скаутом бегаем, грабим, собираем цитрусовые. Ага, вон руинки снизу и следующий город тут. Ну, к руинкам надо сбегать, я думаю. Все, приказы закончились, да? Так, а кто-нибудь закончил уже ход? Я только что закончил. Я просто думаю... Смотрю, где тут... Ага, вот видно, что Гарма и Бучерина закончили. Да, я тоже закончил ход. И я закончил. Давайте, наверное, прачника. А где это видно? Вот где список наций, видишь? Вот там зелёненьким горит рядом с тем, кто ещё ходит. То есть рядом со мной. Справа... Тебя красненькая. Нет, всё с тобой. Так, кстати, красненькая у всех ведёт возле Рима. У меня красненькая возле Рима, возле Павелона Египта. Интересно. Я вообще не понимаю, на чём могу. Ну вот сверху, справа, открой, где нации. Так. Так, и что ты там видишь? Ты речень наций, и все красненькие. Ну вот, видимо, какой-то рассинхрон, наверное, будет. Сейчас посмотрим. Или это не от меня? Вот, ход начался. Что у тебя опять рядом с нациями? У меня все красные, я зелёный. У меня... Я зелёный и хатты зелёные. У меня двое зелёных. Второе и четвёртый. У меня все зелёные. А потом, когда вы заканчиваете ход, зелёное пропадает. Типа, ну, ничего не горит. У меня все зелёные, кроме Лёши. Лёши красный. Ну, ладно, играем вроде пока. Да. И что, я никак 300 монет не получу? 200. Не, надо сделать, слушайте. Так, а таймер тут есть какой-то у нас? Ну, вроде есть, но я не знаю, как он... Где он вообще тикает? Написано, средний таймер. Я могу сейчас на паузу поставить. А, вот он пошёл. Это я запустил только таймер, понятно. А, его можно остановить, а можно запустить. Да. Вот это прикольная штука, да. Блин, я не смогу. То есть, это 100 монет. Это 100 монет. Нет, короче, без... Хороший фарфор могли бы получить. Давайте река Желжикл. Назовёмся. Древнеримское название рек. Так, три приказа ещё. Царица Камилла основательница. А, так всё-таки у нас случайные лидеры, да? Да. Мне просто при основании, когда я основывал город, написано, что у вас лидер Ромул было, а в итоге у меня другая вообще, вообще у меня женщина. Да, тихо, не, конечно. Почему такая пустыня тут? Мне вот это не нравится. Тут хрен знает, какая-то где селиться. То есть, вот у меня место, чтобы в ту сторону исследовать, получается. А тут какие-то горы у нас. Фиг пройдёшь. Так, ну мечника надо апать потихоньку. А, генерал, кстати, есть. Романтичная. Плюс 20, когда такой же. Ну, давайте. Назначим. Пускай в городе стоит. Слушайте, а для соли нам что надо? По-моему, тоже рудник надо будет, да. Блин, тиканье, конечно, охрененное. Всё ещё у кого-то рядом с кем-то красненькое есть, да? Да, да. Всё так и осталось. У меня все красненькие. Ну, судя по всему, это вообще никак не влияет особо. Походу, да. Синьорат, нет. У нас свои традиции. Какой мы... Свой путь. Правда, минус 40 теперь с фабиями. Блин, это пустыня, это какой-то трындец тут снизу. Нужно сбегать туда пока посмотреть. Чё, там тут, блин, военными юнитами очень хреново проверять, потому что у них дальность обзора не как у разведчиков. Чё, что ход заканчивается, потому что так. Мне кажется, циве тоже есть какой-то звук в конце хода. Не, ну так вот. Он-то есть, но не такой навязчивый. А, там чё-то таймер начинает. Пам-пам, да, как-то так, типа. Чё-то такое. Блин, как назовём реку? Река умная, давайте. О, лаванду собрать. Чё-то варваров даже не видать. Никаких. Ой, здесь что-то тоже вино. Там явно, явно где-то, там тоже можно будет город посвятить. Тут горы, горы. Расселения вообще не чувствуется никакого. Когда я его включал, первый раз был минута пять секунд, а уже минута двадцать. Ага. А у всех нет руинок, или только у меня их нет? Я одну нашёл. Я одну нашёл тоже, да. Уже три нашёл. Только сказал, и я нашёл. А это типа внутреннее море, да? То есть, если я нашёл море, это значит... А, нет, тут вообще какая-то страна. Ну, карта внутреннее море называет. Но как оно будет, на самом деле... Так, где я хочу поставить? Я бы здесь поставил. Я просто нашёл два моря, и, видимо, одно из них... Ну, короче, ладно. Сложная карта. Так, надо выбрать, что строить. Так, юнит, 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 юнит. Предложение брака. Так, кто у нас тут? Герой. Фанатик. Давайте героя. О, кто-то уже вырвался по очкам, я смотрю. Ну, кто-то уже второй город поставил. Так, по цвету уж видно, кто. Синий, это грецёв. Владимир. Это я, наверное. Ну, я сейчас тоже ставлю. Так, кто у нас тут есть? Ещё раз. За уровень мнения семьи Цивики, указ. И каждый город дополнительный приказ. Тут у нас что? Добавляет, видимо, русскоши литература. Сельские специали... Ну, я бы, наверное, сельских специалистов здесь поставил. Вот в этом городе. Клавдев. Ну, потом я, наверное, ту семью, которая на приказ. Так, развалины города. Придворный солдат. Культ амазонок. Кстати, этот... С DLC всё. У меня на первый час события по с DLC. А у всех DLC есть, да? Да, у меня тоже есть. Нет, там кто-то говорил, что нету. Я, наверное, культ амазонок возведу. Там плюс два приказа, это круто. То есть, у кого есть DLC, видимо, у тех есть события, а у кого нет, чек нет. Нет, я думаю, у всех есть. Просто это как в этом, как у амплитюдов. А-а-а. Создается... Ну, понятно, да. Если хоть одного есть, да? Или у хоста есть. Да, да. Нет, если у хоста есть, то создается. О, место под город, отлично. Ну, может быть, просто между нами не будет каких-то взаимосвязанных событий, которые связаны с DLC. Так, хорошо, эти, говорите, руинки вы находили, а варваров или другие племена вы находили? Да, я находил и варваров, и племена другие, да. Я уже забрал у варваров одно даже поселение. Классно вам. О, привет, мы с кем-то постречались. Так, шесть приказов еще. Если вы думаете, что тут не будут появляться варвары, то там включены набеги. Хет, ты, добрый день. Да, 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 привет. О, Египет, здорово. Привет, Юж. Четырех специалистов рудокопов, шесть рудников. Так, подожди, два рудника у меня точно будет, а вот шесть рудников... Блин. А, автоматом. Блин, ребята, смотрите, если вы не успеваете за таймер выбрать амбицию, то она рандомом вам выдаст, имейте в виду. Только что вот у меня так получилось. Так, давайте тогда мы это место под город будем контролировать. Сейчас он с Египетом сверху. Собрать слонов, это вообще как выглядит, интересно. Ну, 200 камней сначала взять. Хотя казармы тоже было бы круто, на самом деле. Так, что дальше? Пастбище у нас не открыто еще. Я не давно за себя узнал новое, что, оказывается, если рабочий работает, он забирает один приказ на себя. Да, это правда. А я всегда думал, блин, а что это за минус, типа, на строительство лучше. Так, ну, то есть там Египет сверху. Может, мне все-таки вот тут еще как-то поисследовать? Блин, не потратил один приказ, ну и ладно. Я бы, кстати, повысил уже этот юнит. Так, стражи это к защите, это к критическому удару. Наверное, стражу возьму. Блин, тут все пособирал. О, а вот и варвары. А вот с этими варварами надо будет разбираться и туда, видимо, город ставить. Ну, лечение на нейтральной территории, как раз то, что надо для зачистки этого. Ну, что, наверное... А вот нельзя же смотреть, сколько амбиций, допустим, кто-то выполнил. Вон же написано. Смотри, где счет. Счет, вот после счета, видишь, вопросительный знак. Все, понял, да. Слэш 10. Либо еще в этом... Как его? Блин, не успел выбрать. В победах. Блин, у меня муж безнравственный. Что делать? Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров, жевжиков, патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Капище, богохульница. Ну-ка, давайте статус диковинный. И что это дает? Плюс 2 к харизме. Так, слушайте, у меня сейчас будет дофига камня. Может попробовать какое-то чудо построить? Надо попробовать чудо какое-нибудь. Так, куда дальше? Лесничество. Ну, кстати, можно лесничество. Тут около аквилея дофига. Животноводство тоже. Не, я бы, наверное, животноводство открывал для пастбищ. Убительница верховая. Не, наверное, мудрость просто возьмем. Тут и то, и то для города не особо нужно. Так, теперь каменоломню сделаем. Давайте очередь. Еды мало, конечно. Ну, можно будет купить еду следующим ходом. Надо будет обрабатывать, в первую очередь, тут пшеницу, наверное, в аквилея. Война с галами. Ну, война вот и с галами. Ты тоже на голову наткнулся? Да. А ты тоже им войну объявил, да? Угу. Не, ну офигли они, правильно? Сейчас будут со своим этим там, пришлют к нам толстого и маленького, и будут они там пить. Так, как мы назовем гору? Гаверла назовем. Так, я, наверное, зря сюда так влажу. И тут могут галы просто убить скаута. Так, время. Покупаем еду, строим поселенца. Че покупаем? Что? Че ты говоришь, покупаем. Покупаем еду. Слушайте, а у нас одинаковые у всех, смотрите, по еде 4,7, железо 4,5, камень 4,3, дерево 4,2. У всех такие цены? Да, да. Ровно такие, да. Ух ты, чудо пошло. Угу. Да я чуть не прав, таковая в последний момент смог нажать. Я не мог понять, типа, написано, что можно, а оказывается, что у меня приказов не хватает. Ну, вообще, это логично, что висячие сады в Агалоне, да. Странно, что не Египет первый, кто строит. У него там сразу больше всех камня. Есть такая фишечка, вначале, когда открываешь камень, там, типа, тебе карточку дают на дополнительный камень. Да, 200, по-моему, еще камня дополнительного. Ну, да, есть такой, но у Египта-то сразу оно есть. У Египта-то там можно пирамиды что-то построить сразу. Там 600 камня накопить и сразу. А пирамида очень хорошая, чем здесь есть. Ну, когда прилегает такой же юнит. И у этого, по-моему, или у этого у нас такой же юнит. Ну, я бы тут постоял, пока не двигался никуда. Так, тут надо марш-бросок будет сделать. Но он не должен мне убить этого. И заселять будем сюда, в первую очередь, а не сюда. Туда, в сторону Египта. Так, еды, кстати, не хватает. Надо тогда ферму сначала. Вообще, уже домик можно... Ну, домик где-то тут я скорее буду... С домиком вообще надо подумать, куда ставить. Ну, мы не слышали. Ну, мы имем. Мы не смотрели, тамер увеличивается или нет? Да, да, увеличивается. Так, пока просто постою здесь. Так, тут, наверное, стоим пока просто... А, можно же лечиться на нейтральной территории. Я забыл ее способность. Офигительная. Так, ну, сейчас надо побегать уже скаутом. Ой. Это ты лагерь галлов убиваешь, да? Да. Ну, вот у нас будет рядом с Египтом. Явно тут начнем. Те, что территорию надо бы занять. Пишет, Египет, ты слабее. Печаль. Пройти обучению у придворного. Наставница... Мы. Так, а что он будет изучать? Давайте, наверное, философию. Так, блин, я бы, наверное, домики начинал строить. Лес бы я держал. Давайте домик, наверное, сюда. Как-то вот так мы их построим. А что у нас по чудесам? Что-нибудь мы можем сделать вообще реально? 600, 600, 600? Не, вряд ли. Ммм, повышу. Сейчас, блин, какие-то странные повышения. Ладно, пока укреплюсь тогда. Мой первый раз ход до таймера закончил. А что, вот тут территорию открыть и вот тут открыть, чтобы увидеть? Увидеть. Так. Так. И соберем всякие вот интересы. Пока туда выше, к Египту, не пойду. Пособираем тут все по второму разу. Так, в школе его научат отчитать, что бросил работу. Будет дисциплинированный. А это становится дотошный. Новый юниты плюс... Давайте, наверное, дотошный. А-а-а, хеты заняли место. Ой. А, нифига, я тебя даже не видел тут. Так держать его надо, чтобы не заняли. Не, я просто типа этими прачниками пытался разбить их, короче. Бил, 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 и в итоге... Сейчас ты пришли и подобедали, да. Ну, это упорочка. Такое прощать нельзя. Ну, зато это висячие сады построят. А, ну, типа того. Не, у меня тут есть еще местечко. Я заберу то, что там возле моря, короче. Окей. Так, четырех специалистов-рудокопов надо контролировать. Вот тут мы два пока можем сделать. В этом городе я не вижу рудаков. Вот тут, кстати, где-то можно будет сделать... Блин, там у Греции уже пять очков. Нормально вообще? Так, а Греция, по-моему, там большой вон в культуре, да, какой-то, по-моему, у городов есть. И они за счет этого могут... Я вообще не помню, откровенно говоря. Странно. Почему вот мы... Я почему-то вижу очки Грека, хотя я его не встретил. Это почему так интересно? А, наверное, лидер пока. Я понял, потому что он лидер. Все, понял. Так, ну я бы еще сразу, сразу еще поселенца делал. Армия у меня есть, рабочие есть. Нормально. Пройдемся тут, пособираемся. Блин, у меня такая снизу пустыня огромная. Боюсь, оттуда будут набегать и нагибать. Как раз третью семью там поставлю. Так, в плюсах пока все семьи. А мы в настройках ставили частые набеги? Кстати, а... Там, если сложность ставится, то там просто набеги само ставят. От сложности зависит. А там они из-за пределов карты же могут прибегать, да? Да, это имеется в виду набеги из-за пределов карты. Так. Ну я бы сюда ставил, чтобы мех сразу достать. И у нас Юлии, да? Ну что, сколько у кого уже приказов? У меня одно время были даже лишние, а сейчас опять стало не хватать. Да, военную подготовку, чтобы казармы можно было строить. Вот тут бонус на сельских этих. Поэтому я тут и начинаю с него. Да, он уже очень тяжело успевать ходить. Ну да, уже минута тридцать. А все равно не хватает. Так, кстати, я думаю, надо гарнизон куда-то вот сюда поставить. Потому что снизу могут варвары набегать. Лучше против них ставить. А, требуется закон. А у нас ничего не открыто. Блин, у нас цивиков до хрена. Так, тогда я пока повырубаю леса здесь лучше. Прям пустыри сделаю. Мудрость для наследника. Блин, уже вторая любовница у царя. Сколько можно? Так, пока здесь постоим. С обоими ухудшить отношения. Давайте... Блин, а чего у этих? Так, ну, наверное, минус фабиам тогда лучше. У них чуть больше. Тут я буду домики вот так ставить. Тут потом Odeon. Тут амфитеатр. И тут Колизели, как он там называется. Один, а нет, это семь. Надо в первую очередь сначала лагерь убить, а потом уже этих появившихся. Так, этого подведем тоже. А тут место займем этим мечником. Так, а я могу вообще еще домики строить? Наверное, ну, в этом городе точно нет. Один из одного. И здесь, да, в обоих городах еще не могу. Так, мы на третьем месте по очкам. Ну, Вавилон на втором за счет строительства висячих садов. Блин, у меня цивиков что-то дофига. Надо что-то... Что-то за счет цивиков построить. Ну, хотя в аквилея вот я фермеров строю уже за цивики. Например. Так, надо вот тут обрабатывать. О, уровень. Хотя вот здесь он работает на городской? Да, работает. Вот так и так. Получить войны или материалы? Воины тоже, конечно, хорошо, но я уже настроил их достаточно имху. Так, здесь... Ну, я бы стены строил. О, блин, они заменили несчастье на счастье, наоборот. Там есть и несчастье, и счастье теперь, да. Теперь оно... Типа, если в плюсе это счастье, а в минусе это несчастье. Да-да-да. Все-таки народ путался, я так понимаю. Политику будет изучать. Эх, не успел. Эх, не успел. Конечно. Возьмем. Разгенерал. Развитое образование. Круто. Плюс одна наука. Да, давайте. Так, шесть казначейств, колонии. Два юнита дальней будет, это сложновато. Слушай, я бы, наверное, ничего из этого пока не выбирал. Не очень мне все эти амбиции нравятся. Так, зашибись. Еще может мне сюда побежать скаутом? Или еще одного скаута лучше туда сделать? Да. Кровожадный. Поврежденных возьмем. Тактик пускай будет. Это у нас наследник тактик, да? Погнал и спросом. Тут соседство для фермы и рядом с рекой, и рядом с пастбищем. Поэтому я решил его строить. Ой Интересно за счет чего этот город соединен со столицей? По морю что ли? Как-то посмотреть Непонятно кстати за счет чего он соединен Благословленность становится 10% шанс не у нас пока нету религии Еще одного мужа возьму не давайте царственное представление которое надолго запомнить Так ну и пора рудокопов делать тем более что это даст ресурс роскоши Так этим рабочим кстати можно потихоньку Потихоньку лес вырубать он потом все равно вырастет Не успел походить правда Ваш сын являет миром нового незаконнорожденного сына Тиберия Так ну 200 еды навсегда Я бы лучше лесничество открыл Ну хотя 200 еды это 200 еды 3 хода Ладно давайте Так тут бы я наверное опять Клавдия в земле владельцев Зерновое пособие но минус 5 денег будет Все семьи плюс 40 Но семьями вроде более-менее уровень счастья Давайте закупим и раздадим сразу чтобы был уровень счастья Поддержать Давайте поддержим минус 2 легитимности всего лишь Нет отправить письмо с отказом Блин реально не успеваю ходить О бесплатный закон свод законов Да Надо делать чтобы мы могли сразу гарнизоны тогда строить Все мы тогда можем вот здесь гарнизон наконец-то Строить Так здесь Где он скаут? Ничего скаута убили? Кайф Пока тусил убили скаута За счет того что не мог Не успевал закончить ход Так пойдем этим мечником тут держать А этими тремя с генералами пойдем с этой С этими галлами расправимся О бучерина уже первую амбицию выполнил Ну там и сады и амбиции и что хотите Против пехоты Да лидер очевиден Сейчас это у меня сосед Вавилон Или кто-то еще между тут Между нами Так где я хочу домики ставить Наверное с гарнизоном Но гарнизон мне кажется надо в сторону Египта делать А давайте наверное вот тут гарнизон А домики потом где-то здесь скорее всего Хотя там и каменоломни были бы неплохо Зороастризм в Египте появился Что-то там огню поклоняешься что-ли Это там Причем в этом городе который ты на месте Лагеря галлов Так а соль у меня кто-то из семей хочет Нет никто Тогда просто в какой-нибудь город Наверное в тот же Рим отправим Хотя вот в Аквилей у нас население такое Таймер не хватает И прочитать события надо И решение принять Я столько событий пропустил Я вообще тупо наугад Так ну вообще я могу поменять таймер Со среднего на медленный Давайте посмотрим Прям в ходе игры ты можешь это сделать? Сейчас посмотрим Сейчас следующим ходом какой будет О две минуты двадцать Блин у меня умер сын Какой кошмар Который наследником был? Да да Но у меня еще правда двое есть Так что не страшно Так Аквилею хочу Соль отправить А я пропустил Леш ты поменял И увеличился таймер Нет Нет Я не хочу с ними мериться Безнравственная Блин Шесть рудников Рабство О Четыре гарнизона Вполне возможно А тут варвары умеют плавать по воде? Умеют Не уверен сразу ли Или там что-то открыть еще надо Что-то такое Но у меня набег варваров При этом я вижу Что они на другом берегу Они не только через лоду могут Ко мне интересно Вот они Вот расскажешь Ну то что в принципе они умеют Сюда Давайте сюда пока рудокопа Вообще мне бы поселенцы надо в аквилеи строить На самом деле Потому что здесь Самый большой прирост Вот этот рост Самый большой за счет Фермеров Соответственно Поселенец быстрее всего будет делаться У меня хотя бы появилось время посмотреть Где Какая технология находится Блин ну где мне еще спецов рудокопов делать Хрен знает Может мне сразу здесь В ферранде рабочем рудники Поставить Потому что у меня скоро уже может умереть Королева Фига уже 30 ходов сыграли Ничего себе Блин да реально Они сразу плавают Офигеть Ну все тебе хана Народы моря плывут Блин да это плохо Оратор или судья Судья Да давайте каменоломни Наверное Плюс 7 всего Вавилон я к тебе если что караванчик впустил Так я тоже к тебе сейчас придет скоро А тоже пустил да А да вижу реально Прикольно Мне реально нужен скаут Давайте наверное время После рудокопа скаута сделаем Да За цивики кстати можно ускорять Давайте наверное ускорю Подожди так я же отправил соль в квиле Позволь мне распространяться за раоастризму интересно Че оно не отправилось в тот раз Вроде кликал Че разведчика быстрее взят Ну да и рудокопов надо Так гарнизоны Гарнизоны А я маленький такой Какие-то метки понаставил Конечно Видит ли Бучерин А ты на Кхасути Мою метку видишь? Нет Видимо для в командах Если бы мы играли А не каждый сам за себя Ух ты генерал погиб вот здесь Ой Оказывается караван дает еще и Получили Ну Тому Кому ты его направляешь золотом Ничего себе Прикольно А может просто у нас одновременно пришли караваны? Не Вот у меня сейчас написано Пришло от Вавилона И 185 Тебе написали? Ну мне пришло Че типа я к тебе отправил И мне пришло Ну Мой еще не дошел Видишь Он в твоем озере сейчас находится Мой караван Вот так что Дать еще поселенцы здесь Так сюда Есть кого Есть кого Олигарх Ромул строитель В ферме Рощи плюс 50 Вот этого надо сюда Как раз Пучерина уже два выполнил Так Слушайте А может мы Ускорим И разведчика Тоже Суне очень много Цивиков Надо быстрее Это все делать И тут надо Исследовать Реально Проход Может какие-то места Есть для городов Зашибись На этом пока все Продолжение Завтра Спонсоры канала Могут его поискать Уже В плейлисте Этого прохождения Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Супер спасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok